Клэр Боратра в фильме «Призрак Монсен Мишель» Производство TF1 Productions В ролях Тома Жоанне Серж Хазанавичус Пенелопа Левек А также Кристоф Малавуа Авторы сценария Кристель Мюдри и Себастьян Виту Композиторы Мэйди Рот и Франк Пилант Режиссер Клаус Бидерман Редактор субтитров А.Семкин Прежде всего, позвольте выразить соболезнования по поводу кончины вашей матери. Если я умру до совершеннолетия Адри, в отсутствие ее отца, лишенного родительских прав за пренебрежение ими, я желаю, чтобы ответственности права опеки перешли к ее старшей сестре Элизе. Я также желаю, чтобы меня кремировали, а прах развеяли на Монсен Мишель, моей родине. Мадемуазель Элиза Паро, вы принимаете на себя обязанности в соответствии с завещанием? Да, Адри будет жить со мной. Я по поводу Адри Паро. Я ее переведу не в сентябре, а прямо сейчас. У меня есть разрешение. Моя сестра на первом курсе. На втором. Простите, на втором. Спасибо, я привезу документы в понедельник. До свидания. Я знаю, это нелегко взять и изменить всю свою жизнь. Ты привыкнешь. Еще 24 часа, и я увижу своего отца. Настоящего, а не того, что бросил нас с Элизой. Победа Вернона в Монсен Мишель. Доминик Вернон стал мэром. Все изменится. Я буду жить с ним, никто не сможет этому помешать. Доминик Вернона Мама, роешься в моих вещах? Я знаю, отец Элизы вовсе не мой. Мой Доминик Вернон, я поняла, это в ресторане. Не смей. Ненавижу. Все будет хорошо, Адри. Будет. Спасибо, мс. Вернон. Для мамы было важно вернуться сюда. Мы с Анье с давней знакомой вместе учились в школе. Когда я ее увидел в прошлом месяце, как будто время повернулось вспять. Как ты на нее похожа. Даже взгляд такой же. Папа? О, это моя дочь Лора. У вас есть дочь? Привет. Если у вас нет планов на вечер, приглашаю поужинать с нами. Ты помнишь дорогу? В семь часов. Мама не хотела сюда возвращаться. Слишком тяжело. Слишком много воспоминаний. И ты за 16 лет так и не собралась. Сначала училась, потом долго жила за границей. А ты? Теперь работаешь гидом? Да. Я, парень верный, не изменил своей горе. А ты переводчица? Замужем разведена? Или опять замужем? Нет, было не до этого. Привет, милая. Совсем забыл, извините. Фабиана, моя жена. Мы уже виделись. Ну да. Я пойду в комнату. Ненавижу! Адри, не смей! Вот. Я давно хотел тебя отдать. Смотри. Лето 95-го года. Последнее лето. Дьявольское трио. Ты самая красивая, я самый красивый. И Роман. Он бы обязательно пришел, но он сейчас на службе. Роман здесь? Да, вернулся год назад. Мне было 13, когда я потеряла маму. Мне до сих пор ее не хватает. Она была моей лучшей подругой. У меня не так. Иногда казалось, что я ей мешаю. А твой отец? Вот они. Держи. Теперь у горы не будет от тебя секретов. Спасибо, мисси Вернон. Сказки и легенды Монсен-Мишель. Никаких, мсье. Зови меня, Доминик. Спасибо, Доминик. Твоя сестра знает легенды наизусть, да? Я помню, что святой Михаил велел Аберу построить здесь часовню. Да, только вот Абер не верил в свои видения. Знаешь, что сделал архангел, чтобы его убедить? Вбил ему это в голову. Бедняга Абер так и ходил с вмятиной на лбу. Надо бы с Лорой так, когда она не слушает. Почему завтра? Куда мы так спешим? Двух дней достаточно. А твои друзья? Мы уезжаем, не спорь. В Париже полно хлопот с твоим переводом. И у меня скоро конгресс. В любом случае, собеседование в лицее в понедельник. Я не обязана тебя слушаться. Ты не можешь бросить учёбу. Ты не можешь за меня решать. Могу, я за тебя отвечаю. Ты даже не представляешь, чем я живу. Я никогда тебя не интересовала. Ты там надолго? Сейчас. Сейчас. Теперь всё будет по-другому. Я буду жить с тобой, и мне никто не помешает. Ты украл мою жизнь. А я её верну. Вот, западная терраса. Красиво, да? Это Томбелен. Остров, где похоронен дьявол. Я прочитала в книге с легендами. Могу вас отвезти? Ни за что. Однажды я там едва не утонула. Меня застал прилив. Сколько мне было? Лет 15? Это была твоя идея. Нет, нет, нет. Это была идея романа. Я это отлично помню. И, кстати, я вас предупреждал. Привет, что делаешь? Пошли, пока не закрыли. У них расписание. Это собор аббатства. 80 метров в длину и 80 над уровнем моря. Ничего, а ты? Вот. Это крипта больших столбов. Её построили в 15 веке. Их всего 10. 8 вокруг, а 5 метров в окружности. Через час у аббатства. И две посередине поменьше. Они скорее для красоты. Ян тебе рассказывает. На этих колоннах покоятся хоры церкви. Они прямо наверху. Если посмотреть отсюда, в это отверстие, их можно увидеть. Пойдём. Киска, что ты видела? Ничего. Ты в порядке? Да. Почему вы спросили? Некоторые люди чувствительны к особой энергетике. Что есть в этой крипте? Это брат Иудо. 11-й столб аббатства. Учёные даже проводили в крипте измерения. Здесь что-то вроде космического дымохода. Энергия сворачивается в спираль. Она выходит из Земли и улетает в космос. А заодно высвобождает затаённые воспоминания. Кто-то даже видит глаз Господен. Господь ни при чём. Всё дело в граните. Его много, и он радиоактивный. Для здоровья не опасно, но мозг работает по-другому. Хорошего вам дня. Ты что-то видела? Нет. Это всё глупости. Ты посылала СМС к Лоре? Да, мы хотим погулять. Ты знаешь, который час? Да, ещё не поздно. Привет. Роман? Здравствуйте, месье Френуа. Привет, Лора. Адрия, моя сестра. Роман? Я знаю про вашу мать. Мне очень жаль. Я пойду. Вам найдётся, о чём поговорить. Нет, Адрия, увидимся в гостинице. Ровно в шесть. Да-да. Я с подростками не очень. Ты сама недавно была такой. Значит, ты стал врачом? А ты переводчица. Да. Если попадётся японец, обращайся. Непременно. Рада была тебя повидать. Пока. Осторожней, скоро будет дождь. Обожаю приходить сюда. Совсем как... во «Властелине колец». Или Гарри Поттер вот-вот примчится на своей волшебной метле. Удивительное место, правда? Пошли отсюда. Лора? Лора? Нам надо поговорить. Непогода опять усиливается. Сохраняется опасность повреждения сети из-за грозы. Всем судам предписано вернуться в порт. Городской совет не рекомендует покидать свои дома. Раз, два, три. Это совсем рядом. Сегодня равноденствие, гроза будет сильной. Привет, это я. А ты кто? Наверное, выключила мобильный. Это опасно во время грозы? Опасен только стационарный. Гостиница «Дюмон». Добрый вечер. Да. Да, конечно. Лора, наконец-то. Я думал, это Лора. А я думала, что найду у вас Адри. Они, наверное, заходили, сумка Лоры дома. Она оставила сообщение, что заглянет в мэрию, но так и не появилась, а дозвониться я не могу. Я пойду в аббатство. Я с тобой. Я начинаю беспокоиться. Идём. Я догоню. Загляну в полицию. Будут новости. Звоните. Я ещё раз зашёл в мэрию. Там их нет. Обычно Лора обязательно звонит. Я пошлю людей на поиски. Вылетел щиток. Да бог, с ним надо найти дочь господина мэра и её подружку. Живей. Элиза! Ты чего? Адри пропала. А ты куда? В аббатство, а потом в город. Если найду её за чашкой кофе, не представляю, что с ней сделаю. Не переживай, отыщем. Адри! 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 Не может быть. Она не дышит. Скорее, за Романом. Адри! Пусти. Адри! Адри, ответь! Звони в скорую, живей! Роман, ты почему здесь? Девушка, 16 лет, ее ударила молния. Остановка дыхания. Я сделал массаж сердца, но давление низкое, она без сознания. Ожоги первой и второй степени на левой руке и плече. Везем в приемный покой. Контроль давления сердца, рентген грудной клетки, ЭКГ, МРТ головы. Все будет хорошо. Папа, это я. Мне нужно тебя увидеть. Встретимся в мэрии. Я был на совещании. Что за шум в конце? Часы? Да, в холле. Она, наверное, зашла домой. Браво, два. Альфи. Вы меня слышите? Альфа, браво, два. Мы на связи. Как дела? Пока никаких следов, Лора Вернон. В районе, где нашли девушку, никого. Мы продолжаем поиски, но условия не слишком хорошие. Понял. Они могли потеряться в грозу или кого-нибудь встретили. Что гадать, подкрепление из города на подходе. Мсье Вернон. Мсье Вернон. Когда она очнется? Трудно сказать, она пережила сильный шок. Повезло, что молния не попала прямо в нее. Состояние стабильное, остается только ждать. Спасибо. Без вас я не представляю. Мы просто оказались рядом. Что такое? У нее синяки. На шее и на запястьях. На нее напали? Следов изнасилования нет. Я могу ее увидеть. Как же я тебя отпустила. Мама бы сказала, нет и точка. А я так не умею. Все с самого начала не задалось. Я никогда ни о ком не заботилась. Я эгоистка. И тебя совсем не знаю. Но я научусь. Только дай шанс. Ты меня слышишь, Адри. 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 Адри, очнись. Очнись. Элиза? Элиза? Да. Ну как ты? Почему я здесь? Рядом с тобой ударила молния. Ну ничего, тебя подлечат. Я не чувствую ног. Не могу ими пошевелить. Смотри. Мобильник весь промок. Лора. И Лора, что с Лорой? Мои люди опрашивают жителей и торговцев. Пока никто ничего не видел. На них напал турист? Или кто-то, кто там работает. Это тоже вариант. Я отправлю мазки в лабораторию. Если ваша сестра отбивалась, под ногтями могут быть частички крови или кожи. Тогда мы сможем опознать напавшего. Ты поправишься. Ты поправишься. О, не переживай. Скоро это будет казаться дурным сном. Ты получила сильный удар током, тело восстанавливается постепенно. Адрия, мне надо задать тебе несколько вопросов. Мы нашли мобильный Лора недалеко от дороги. Вот ее последнее фото. После кладбища вы пошли к ней? Я не помню. Постарайся. Любая мелочь может пригодиться. Я помню вспышку над морем. Ты что-то видела? Мужчину. Он нес Лору на руках к бухте. Ты можешь его описать? Он был ко мне спиной. На нем был широкий плащ. Черный. Это он на вас напал? Я устала. На сегодня все. Она еще слаба. Лора Вернон пропала. Адрия единственный свидетель. У нее потеря памяти настаивать бессмысленно. А когда с ней можно поговорить? Все, что ей сейчас нужно, это покой. Спасибо. Держите меня в курсе. Вы обошли гору? Да. После прилива опять пойдем. Нужно верить до конца. Пока. Я хочу поблагодарить всю нашу полицию за их усилия в поисках моей дочери. Условия нелегкие, господь свидетель. Я также очень тронут словами поддержки, которые я получил. Это самое тяжелое испытание, которое может выпасть отцу. Но я не теряю надежды. Все, чего я сейчас хочу, поскорее сжать Лору в своих объятиях. Он был ко мне спиной. На нем был широкий плащ. Что-то не так, доктор Фринуа? Нет, я просто зашел проверить. Это видела Адри? Она говорила о мужчине в плаще у бухты. Как Касанг. Касанг? Он был камнерезчиком в 16 веке. Влюбился в одну мантуанку. Но она была обещана другому, сыну сеньора. Юношу изгнали. А девушка бросилась вниз с обрыва. С тех пор он возвращается каждое равноденствие, чтобы отомстить за смерть своей любимой. А вчера было равноденствие. Это всего лишь легенда. В каждой легенде есть доля истины. Что такое? Вернон подарил эту книгу Адри. Извини. Да, месье Рае. Да, простите, что не перезвонила. Я объясню, я не могла. Я до сих пор в Сен-Мишель и не могу уехать. Моя сестра в больнице. Да, у меня есть сестра. Найдите замену. Я не единственная переводчица в Париже. Я вас всегда выручала. Вы могли бы… Ну, неужели нельзя что-то придумать? Да, до свидания. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Звучие пески. Звучие пески. Звучие пески. Элиза! Я увязла! Держись, это единственный способ выбраться. Не могу. Как ты узнал, что я здесь? Я был на башне. Я уже уходил, когда увидел тебя. Хотя я не знал, что это ты. Бродить по бухте во время прилива – это безумие. Я там что-то видела. Оставь. Пойдём. Идём. Редактор субтитров А.Сёмкин Её не... Нет. Признаков нет. Вы думаете, она утонула? Нужно дождаться результатов вскрытия, но вряд ли. Я заметил рану у неё на голове и ещё на ноге. Похоже, неудачно упала. Наверное, на лестнице, где мы нашли мобильный. Её столкнули. Нападавший хотел избавиться от тела. Релиф в равноденстве самый большой. Мои соболезнования, господин мэр. Я могу быть с ней. Конечно, сколько угодно. Ты как? Хочу домой. Я отвезу тебя в гостиницу. Спасибо. Минутку, мадемуазель порол. Почему вы столько лет не приезжали? По семейным причинам. Мои родители развелись, продали дом. Лора и Адри хорошо ладили? Судя по всему, да. Хотя они только познакомились. К чему вы клоните? Пока ни к чему. Лучше ищите того, кто на них напал. Это наверняка связано с Лорой или Верноном. Пока улик нет. Лора оставила отцу сообщение. Хотела его увидеть. У неё что-то случилось. Мы устали. Извините. Ваша сестра всё расскажет, когда к ней вернётся память. Спокойной ночи. Спокойной. Спасибо, что проводил. Почему-то я перестала писать. Просто так, ни с того, ни с сего. Мои письма возвращались. Я искал тебя, но вы переехали. Ты помнишь, как мы обручились? Мы были детьми. Когда отец ушёл, начались неприятности. Мама впала в депрессию. Мне пришлось за ней ухаживать. Это пекистов время было не до поездок. И ты вычеркнула меня из жизни? Всё изменилось. Я изменилась. Я не хотела тебя обидеть. Извини. Т represents only the impure. Ты прикала в ловке. Я не помогла. Я не могу обр distribuyer. Ты дев bal lifts. Ты я в подарю. Ты придётсяと思います. Тыお願いします. Ты будетaspаны. Ear bal,volle тканье. ЭтоThen, awak'ticosку. Продолжение на мне. Папа, это я. Мне нужно тебя увидеть. Встретимся в мэрии. Папа, это я. Мне нужно тебя увидеть. Встретимся в мэрии. Я сделала его с мамой. Из осколков старой чашки. Мне было лет восемь. Да, я любила что-то делать руками. Ну да. Это было самое чудесное время. Странно слышать от тебя такое. Вы с мамой не были близки? Что между вами произошло? КОНЕЦ КОНЕЦ Еще 24 часа, и я буду со своим отцом. Все изменится, и я буду жить с ним. Никто не сможет этому помешать. Я обожаю голос Доминика. Он так уверенно разговаривает. И у меня такие же руки, как у него. Я видела дом Лоры, ее комнату. Это должен был быть мой дом. Моя комната. Ты украл мою жизнь, а я ее верну. Да? Да, Роман. Как сбежала из больницы? КОНЕЦ 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 Вы что, с ума сошли? Что это за тип? Что он тебе сделал? Я её просто подобрал, она чуть под колёса не бросилась. Я звоню в полицию. Ей нужно наверх, я согласился подвезти. Это правда? Как ты могла? Почему сбежала? Я хотела попасть наверх из-за Лоры. Вдруг, если я окажусь там, я что-то вспомню. Что, вы её нашли? Извините за недоразумение. Что такое? Лору нашли, но было уже поздно. Идём. Некоторые люди верят в легенду о Касанге, призраке, который появляется в ночь равноденствия. Дочь мэра найдена мёртвой. Ненормальный. Уже пятеро позвонили, что видели его. Здравствуйте. Святой отец? Я насчёт малышки Вернон. Адри, Вернон не твой отец. Мой! Вот почему твой тогда сбежал. Не вынес, что мама забеременела от другого. Ты бредишь! Я помню, как мы были в ресторане. Как она на него смотрела влюблёнными глазами. Элиза, мама умерла. Теперь зачем врать? Ты ошибаешься. Они с Верноном были друзьями. Ты сказала, Лори? Вы с мамой так похожи. Если б я знала правду, ничего бы этого не было. Чего не было? Мадемуазель Паро! Мадемуазель Паро! Чего бы не было. Я к вашей сестре. Нам нужно в больницу. Я в курсе её выходки. Она может отвечать на вопросы. Ты сказала, что вы с Лорой отправились на кладбище. Там похоронены бабушка и дедушка. Брат Иуда, монах, видел вас вместе. Он выходил из церкви. Ему показалось, что Лора на тебя очень сердилась. Ответь, вы с ней поссорились? Так ведь? Да. В больнице ты об этом не сказала? Я не помнила. Из-за чего вы поссорились? Я сказала, что её отец и мой тоже. Что мы сёстры. Неудивительно, что она занервничала. Она тебя даже толкнула. Ты помнишь? Да. А потом? Она ушла. Она не хотела меня видеть. Ты всё? Ещё я помню вспышки. А после этого темнота. Опять проблемы с памятью. Брат Иуда сказал, что ты бежала за Лорой, кричала. Нет. Нет, вряд ли. Легенда о Касанге, ты про неё слышала? Странно. Мужчина в чёрном, о котором ты говорила, словно сошёл со страниц книги. Его не существует. Да? Скажи правду. Что на самом деле случилось с Лорой? Ваша сестра знает легенду о Касанге. Мы нашли эти книги в её вещах. Она пыталась нас обмануть. Никакого мужчины в чёрном не было. Вы же видели следы. На неё напали. Она подралась с Лорой. И убила её. Вы к этому клоните. Она была готова признаться, и вдруг приступ. Вернон стал для вашей сестры навязчивой идеей. Вы это читали? Это личный дневник. Уже нет. У Адри низкое давление. Ей нужно в больницу. Делайте то, что нужно. Это не помешает мне её допросить. Здравствуйте. Здравствуйте. Как оно? Пульс стабилизировался. Мы дали снотворное. Какой странный ожог. Наверное, у вашей сестры было в руке что-то металлическое, оно расплавилось. С чего твоя сестра взяла, что я её отец? Абсурд. Это не Аньес её надоумило? Ты бы такое в голову не пришло. Адри подросток. У неё богатое воображение. Богатое воображение? Лора решила, что я изменил её матери. Мне жаль, то что случилось ужасно. Но Адри не убивала Лору. Откуда ты знаешь? Она моя сестра. У вас одна фамилия и только. Вы едва знакомы. Она сама так сказала. Её место за решёткой. И она скоро там окажется. Вы обвиняете ребёнка без доказательств? Моя дочь мертва. И это даёт вам право. Лучше не вмешивайтесь, месье Френуа. Тебе здесь больше не рады. Пойдём отсюда. Во всём городе не рады. Не скажешь, что я здесь уже больше года. Да всё нормально. Спасибо. Это всё, что мне досталось от развода. Посуда, одежда. Всё оставил. Пришлось снова покупать. Почему ты решил вернуться? Освободилось место в больнице. Я послал резюме. Я всегда любил это место. И мне понравился дом. Он напомнил нашу молодость. Я принесу подушку. Что с тобой? Да так. Я уже не знаю, во что верить. Что если Адри выдумала человека в чёрну? Она могла прочитать про Касанга в книге. Не знаю. Всё не так просто. Но я знаю точно, ей страшно. Когда она о нём говорит. Может, так проявляет себя её подсознание? И через легенду о Касанге она пытается рассказать о том, что произошло? Да. Это как воспоминание экран. Возможно, никакого чёрного плаща не было, но нападавший точно был. А как быть с этим бредом в дневнике? Ну, а Вернонт Раф, я её совсем не знаю. Ты... Ты лучше отдыхай. Завтра будет новый день. Ты не хочешь остаться? Ты позволила выгнать Элизу? А что я могла? Он хозяин. Куда она пошла? Не знаю, наверное, к Роману. Он был с ней. Мне тебя не хватало. Мне жаль, что так вышло с Верноном. На следующих выборах проголосуй против. Звони, если что-то понадобится. Ладно, пока. Ты уходишь, Элизу? Да, надо в больницу. Позавтракать не хочешь? Нет, я не голодна. Пока. Подожди пять минут. Я приму душ, вместе поедем. Мне надо увидеть Адри до того, как появится тот коп. Подожди. Спасибо. Пока. Твой дневник оказался очень увлекательным. Ты украл мою жизнь, А я ее вернул. Так, получилось. Это только слова. Только слова. Лора тебе мешала. Ее нужно было убрать, чтобы остаться с Верноном. Я хотела с ней подружиться. Подружиться. Ты знаешь, что мы нашли у тебя под ногтями? Кровь Лоры. Ты бежала за ней от кладбища и оказалась на лестнице. Что там произошло? Это я. Что? Ты? Я ее толкнула. Это я убила Лору. Что вы здесь делаете? Ваша сестра призналась. Вы воспользовались ее состоянием. Вы ее заставили. Это не понадобилось. Кровь под ногтями говорит сама за себя. С такими уликами и с таким дневником судья сразу назначит экспертизу. На вашем месте я позвонил бы адвокату. Я могу ее увидеть. Увы, это невозможно. Адри всего 16. Она совсем одна. Позвольте с ней поговорить. Скажите, смерть вашей матери, правда несчастный случай? Конечно. На что вы намекаете? Две лестницы, два трупа. Я не верю в такие совпадения. Роман, ты в больнице? Ты мне нужен. Посторонним ход запрещен. Быстрее. Адри, почему ты призналась? Это я ее убила. Я вернусь. Понимаю, это неприятно ничего не помнить. Доминик меня никогда не простит. Забудь про Вернона. Я убила Лору. И я убила маму. С мамой был несчастный случай. Нет, не несчастный. Я была в ее комнате. Рылась в ее вещах. Она разозлилась. Схватила меня за руку. Я ее толкнула. Читайте, что я с ней поругалась перед тем, как... Она врала. Я была в ярости. Я хотела, чтобы она умерла. Я хочу побыть одна. Здрасте, Адри. Это моя вина. Я должна была сразу рассказать, но не хватило смелости. Рассказать о чем? Как ты родилась? Ты моя дочь. Я все пришлю после обеда. Да, я лично прослежу. Да, до свидания, господин судья. Я была беременна уже четыре месяца. От кого? Кто мой отец? Я познакомилась с ним на концерте и больше никогда не видела. Мне было, как тебе сейчас, Адри. В шестнадцать, и я испугалась. Папа нас бросил. У мамы началась депрессия. Я никому не сказала. Никто не знал. Ты меня не хотела и отдала матери? Мама поняла, что происходит перед самыми родами. Я совсем запуталась. Она мне помогла. Вырастила тебя, как свою дочь. Это было лучшее решение. Лучшее решение. Когда я смотрю на своих подружек, как они болтают с мамой, что-то делают вместе, мне всегда казалось, что я лишняя. Теперь понятно, почему. А почему ты не приехала за мной потом? То работа, то учеба. Ты пошла в школу. Всегда был неподходящий момент. Мама хотела нам помочь. Защитить. Время бежит, и вдруг становится поздно. Понимаешь? Это мансово. Всем вокруг. Если бы мы не приехали сюда, ты бы так и не сказала. Я бы никогда и не узнала. Никогда. Лучше бы ты сделала аборт. Нет, Адри. Уходи. Выйдите. Выйдите. Что такое? Только вас не хватало. Выйдите. 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 Элиза? Ты не в больнице? Я только оттуда. Лаид добился своего. Адри призналась. Чёрт! Не может быть, она же ещё ребёнок. Если бы повернуть время вспять. Посмотри на аббатство. И ты в средневековье. 15 лет хватит. Закрой глаза. Закрой глаза. Сейчас лето 95-го. Мы молоды. Красивы и беспечны. Сейчас ночь. Мы забираемся наверх. Закуриваем свою первую сигарету. Глядим на звёзды. Что с тобой? В чём дело? Ничего. Плевать на полицейских. Главное, что ты смогла поговорить с сестрой. Элиза не сестра. Она моя мать. Постой. У Адри ожог на руке. Круглый, как этот брелок. Сестра сказала, что у неё было что-то металлическое в руке, когда ударила молния. Ничего не было, когда мы её нашли. Значит, выронила. Это могло быть у нападавшего. Ты куда? Мы даже не знаем, что ищем. Брелок, пуговицу, медальон. Элиза? Крышка. Я что-то вижу. Что? Тот же размер, та же форма, я уверена. Изображение святого. Похоже. То ли у, то ли о. Иуда. Иуда? Так зовут монаха, что видел Адри. Ещё в аббатстве он показался мне странным. Он увидел их на кладбище, потом пошёл следом. Спокойно, медальона мало, чтобы обвинить человека в убийстве. Все прав. Мне нужно увидеться с Адри. Это поможет доказать, что она не убивала Луру. Не может быть. Что за игры? Ты что, за нами следишь? Вовсе нет. Брось, Роман. В чём дело? Извините, вы потеряли. Вы ошибаетесь, это не моё. Да. Тут написано, святой Иуда точно не ваше. У меня никогда не было такого креста. А чей покровитель святой Иуда? Потерянных душ. Тех, кто взывает о помощи. Почему вы выбрали такое имя? В другой жизни я считал, что истина на дне бутылки. Я выбрался, но забывать не хочу. А медальон? Память об анонимных алкоголиках? Талисман? Я вас не понимаю. Адри, ваша дочь, твоя и... Элиза. Она сказала Адри, что её отец случайный приятель. Но я знаю, что это я. Я проверил группу крови. И остальное совпадает. Август 95-го. Тогда мы с Элизией в первый раз... Да, 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 я помню. Ты сразу примчался с радостной новостью. Извини. Да, Элиза. Ян, я видела брата Иуду. Ты показала ему медальон? Конечно. Решила воспользоваться случаем. Он вел себя странно. Сказал, что это не его, но вид был встревоженный. Я иду в полицию. Держи меня в курсе. Пока. Что это за история с медальоном? Эй! 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 Вы не видели нападавшего, но уверены, что это был брат Иуда. Ему обязательно было нужно вернуть медальон. Кто кроме него? Спорим, его не будет в церкви? Не будем забывать про презумпцию невиновности. Садри, вы про неё даже не вспоминали. Держитесь. Врачи помогут. Что вы сказали? Не сейчас. Спасибо, что так быстро. Нет проблем. Я был дома. Его ударили по голове сзади. Наверняка есть кровоизлияние. Проверим на вскрытии. Насчёт этого убийства. У Адри алиби? Перестаньте, мадемуазель Паро. Не перестану. Я показала медальон сразу после этого. Вы его убили. Это точно не совпадение. Ничто не указывает, что есть связь между смертью брата Иуда и Лоры. Это может быть просто ограбление. При нём ничего нет, кроме ключа от церкви. У него был мобильный. Я видела. Значит, его забрал убийца. Вы должны отпустить Адри. Сейчас есть дела поважней. Мне придётся вас допросить. Монах не убивал Лоро. Недавно ты говорила другое. Я ошибалась. Зато он знал убийцу, поэтому так занервничал, когда увидел медальон. Он его узнал и сразу позвонил. А убийца убил Иуду и забрал медальон? Так ведь? Да. Значит, он ещё здесь. Наконец-то отпустили. Пришлось сидеть до конца. Хотел быть уверенным, что Адри в порядке. Слава богу. Лаид будет на неё давить, а она ещё слаба. Не переживай, Лиза. И будь помягче. Это его работа. Не могу. Я ему не доверяю. Да, уж доверие – это не твой конёк. Ты о чём? Я поговорил с Адри. Как ты могла такое скрыть? Ведь я её отец. Да. Почему ты сказала, что это случайный парень? Она застала меня врасплох. А когда ты собиралась сказать мне? Или ты опять решила исчезнуть, как 15 лет назад? Да? Успокойся, Роман. А ты не лезь. Мы любили друг друга. И могли бы… Могли что, создать семью? Мы были детьми. Ты не имела права. Я поступила так, как считала нужным. Я не могла заниматься малышкой, когда она родилась. Я даже не смогла бы взять её на руки. Да, я ошибалась. И теперь жалею. Я хотела спасти две жизни, а оказывается, сломала их. Теперь у меня появился шанс вернуть Адри. И я его не упущу. С мамой был несчастный случай. Нет, не несчастный. Я была в её комнате, рылась в её вещах. Она разозлилась. Схватила меня за руку. Я её толкнула. Я её толкнула. Я не понимаю суть вопроса. Конечно, мадам, это был несчастный случай. Вы уверены? Абсолютно. Ваша мать сама сказала мне в реанимации перед самой смертью. Большое спасибо, доктор. Это очень важно для меня. Не за что. Если что, звоните. Да. До свидания. Романа нет. Он в больнице. Поедет с Адри в суд. Ты так простудишься. Набрось куртку Романа. Идём. Субтитры сделал DimaTorzok Дель Паро. Мы пытаемся восстановить картину преступления. Начнём с кладбища. Простите меня. Надеешься легко отделаться? Ты на что рассчитывала? Хотела занять её место? Никогда! Прекратите, месье Вернон! Хаким! Велите меня отпустить! Ты не виновата. Человек в бухте существует. Ты сорвала с него медальон. Ты не сможешь помочь. Ты не убивала Лору, маму, тем более. Я говорила с врачом в больнице. Перед смертью она рассказала ему, что случилось. Значит, я. Ты её не толкала. Ты была на неё зла. Вот и убедила себя. Это был несчастный случай. Идёмте. Да, я была здесь. Но я была одна. Одна? Но, мсье Лаиду, вы говорили другое. Ты столкнула Лору с лестницей. Вы были здесь вдвоём. Нет, я была совсем одна. Боюсь, вы поторопились с выводами. Мадемуазель Паро отказывается от своих показаний. И вы ей поверите? Адри не врёт. Извините. Вот медальон, что у меня украли. Как он оказался в твоей куртке? Вы можете это объяснить, мсье Франуа? Я впервые вижу этот медальон. Это просто абсурд. Неужели это ты? Мы поговорим об этом в участке. Погодите, я ни на кого не нападал. Причём здесь Франуа? Девчонка Паро во всём призналась. Где она? Куда подевалась? Что вы тут затеяли? Забирайте его. А вы осмотрите всё. Она где-то рядом. Адри! Иди в обадство. А я поищу вдоль стены. Да, в тот вечер я был дома. Когда Ян за вами прибежал, вы были на улице, весь мокрый. Я вышел, чтобы починить ставни. Вы долго собираетесь меня допрашивать? И в момент смерти брата Иуды. Вы тоже были дома? Да. В саду её нет. Наверное, внутри. Иди в обадство, а я посмотрю с другой стороны. Хорошо? Да. Между моим сообщением и вашим появлением в церкви прошло больше 15 минут. Вы что, переодевались? Поговорим о медальоне. Я его никогда не видел. Я уже сказал. Тем не менее, он был в куртке, которую Элиза одолжила у вас. Я не знаю, как он туда попал. В юности вы были в неё влюблены. Новая встреча стала шоком, да? А тут ещё младшая сестра. Она вам напомнила юную Элизу. Адри её дочь. Смотрите. За полчаса до смерти брат Иуда несколько раз звонил по одному номеру. Адри! Адри! Напомните ваш номер телефона. Адри! Ты как? Странное чувство. Что такое? Я вспомнила ту ночь. Лора ушла. Я была совсем одна. На улице лил дождь, и я решила спрятаться. Потом пришёл он. Зми его руки. Успокойся, Адри. Успокойся. Вы как? Тот человек, это был Роман? Ну, нет, это был он. Что она говорит? Лора пришла меня спасти, а он её толкнул. Я видела. Не надо. Не смотри на меня так. Брат Иуда звонил Яну? Жена подтвердила, что это его медальон. Подарок брату Иуды. Он ему помог справиться с алкоголизмом пару лет назад. Он выбрал момент и сунул его мне в карман. Адри начала вспоминать, и он испугался. Где он? Пошёл в сторону аббатства. Не отвечает. Помнишь, ты хотела повернуть время вспять? Когда я её увидел в ту ночь, я решил, что это ты 15 лет назад. Пустите! Адри, подожди. Пустите! Пусти её! Беги, беги! Беги! Она была мертва. Я не виноват. Это был не я. Это не я. А брат Иуда тоже не ты. Зачем ты показала ему медальон? Зачем показала? Он бы всё рассказал. Что мне оставалось? Беги, Адри! Элиза! Ян забрал Адри. Не знаю. Открой! Скорее туда. Пустите! Пустите! Слышите? Адри! Элиза! Не подходите! Не надо, Ян, не надо! Не дури! За дочку переживаешь. Не подходи. Не вынуждай. Я её порежу, клянусь. Не вынуждай меня. Не подходите! Ян, послушай, умоляю! А ты меня послушала? Ты хоть раз меня послушала? О чём ты говоришь? Я не хотел никого убивать. Так получилось. Скажи, что это вышло случайно. Скажи! Отпусти её. Назад! Или пеняй на себя! Назад, слышишь? Я хотел признаться. Хотел пойти в полицию. Вдруг оказалось, она ничего не помнит. Я подумал, это вышло случайно. Случайно! Держись! Держись! Не смотри вниз! Элиза, я не могу! Не могу! Не смотри! Держись! 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 Давай. Держись! Держись! Спасибо! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok